Сегодня будем говорить, собственно говоря, о самой основной деятельности координатора. Это сопровождение волонтёров, создание волонтёрского сообщества, коммуникации с волонтёрами, основные задачи, куда вкладывать силы, как коммуницировать, чего говорить, чего не говорить, как вообще всё это устроено. Но говорить будем в формате действительно двух разных конференций, потому что, как мы поняли, с Юрой Белановским всё-таки у нас представители двух разных типов организаций. Есть, по меньшей мере, наши Даниловские координаторы и Ира Валяева. И мы работаем с группами. И есть организации, где работают по такому типу, как Юра назвал, бочка. На мой взгляд, бочка от группы отличается, пожалуй, главный параметр. Это когда вы задумываете встречу с подопечными, вы подразумеваете, что придут все, то есть придёт группа. Ну, понятно, что приходит, кто может. В принципе, для вашей головы идут все, идёт группа. Или вы в эту свою бочку, где плавают ваши волонтёры, берёте удочку, надеваете свою наживку, какую-то на карася, какую-то на селёдку, и опускаете, ловись, ловись рыбкой. А мне нужен кто-то, кто будет делать вот это и вот это. Ну, и вытаскиваете свою рыбку из этой бочки. Или вы говорите, мы, дорогие, завтра делаем вот. Вот это мы вместе все делаем. И внутренние процессы между волонтёрами, и ваши задачи, и некоторые ваши решения, они будут разные. В зависимости от того, какой тип организации у вас. Понятно, да, что, например, волонтёр в группе будет больше опираться на тех, кто вместе с ним, в этом смысле немножечко отпустит вас. Ну, да, он будет опираться на других волонтёров тоже. Волонтёр, который в бочке, он больше будет завязан на вас. И больше будет коммуницировать с вами и опираться на вас. И это тоже будет для вас разная задача. Как сделать так, чтобы они друг с другом хорошо общались, или как сделать так, чтобы они с вами хорошо общались. И разные формы поддержки. Поэтому через некоторое время сюда подключится Юра. И всех, кто идентифицирует себя как бочка, пригласит вот такую свою конференцию. Я сейчас эту ссылочку выложу и в наш чат школы. Здесь сейчас должны остаться Даниловские координаторы вместе с Ирой. Есть некоторые вещи, которые, на мой взгляд, стоят даже, правильно, трепещите, которые мне хочется обратить внимание, заострить. Поэтому мы начнём не прямо работать с группой, а с некоторой настройки мозгов. И я сначала вас буду спрашивать и просить написать в чате, а потом будем это всё обрабатывать. Вопрос номер один. Прямо все ответы, которые приходят к вам в голову, на продолжение фразы «координатор это». Вот уже некоторая часть школы прошла, и как вы почувствовали вот из всей школы, из вашего опыта, координатор это. Мне важно, чтобы вы как можно больше писали, чтобы я буду ловить то направление, в котором мы будем сегодня работать. Кто в него попадёт, я вам в личку буду писать плюсик. Тогда вы можете дальше не генерить, прямо остановиться на этом. Да, да, ну вот уже, по крайней мере, половина. Да, мне кажется, вот это определение Насти – связующее звено. Вот будем с него сейчас держаться. «Координатор как связующее звено». В первую очередь между кем и кем? Да, между волонтёром и подопечником. Собственно говоря, мостик. Собственно говоря, мы сейчас будем рассматривать координатора. Основной смысл существования координатора – быть мостиком. Всё остальное – организация, генерация идей, вдохновения, душа и так далее – это просто мостики разные бывают. Фонтонные, навесные, деревянные, железные. В общем, разные мысли. Но мы будем рассматривать координатор как тот, кто создаёт возможность встретиться волонтёра-подопечника. Помните, это вот пара. И координатор как тот, кто рождает эту пару, место для этой пары. Но никто подменяет эту пару. Волонтёры и подопечных. Так и следующий вопрос. Подходящий для вас волонтёр какой? Для вас подходящий волонтёр какой? Здесь прям по фразе для себя. Вот для вас какой волонтёр будет подходящий? Для Жени ответственный. Теперь вопрос. Подходящий для ваших подопечных волонтёр какой? Пожалуйста, давайте прям вот по категориям. У нас же есть те, которые в ПНИ. Да, у нас есть ПНИ, волонтёры-координаторы. Прям вспоминаем ваших подопечных. Какой волонтёр подходит к вашему подопечному? Терпеливый, который может долго и терпеливо, спокойно. Искренний в смысле, что он говорит, что думает. Открытый тоже в этом смысле, что он говорит, что думает. Спокойно, открытый, с чувствами убора, соблюдающий границы. Для подопечных ваш волонтёр должен разделять ценности вашей группы? Им это важно? Для них важно, чтобы он был вашим единомышленником? Терпеливый. Терпеливый, скорее всего, в общем, достаточно медленный. Ну, обычно, терпеливые люди, достаточно спокойно и медленные. Вам всем комфортно со спокойным, медленным, терпеливым. И, извините, для ПНИ очень важно, не очень умным человеком. Для педагогичного такой волонтёр будет очень хорошим. Для детей больницы какой волонтёр может быть хорошим? Активный, эмоционально открытый, умеющий включать своего ребёнка, заводной. Жизнерадостный. Всем ли легко с такими людьми? Открытыми, жизнерадостными, заводными, умеющими включать своего ребёнка? Прошу заметить. Может ли быть в ПНИ люди, которым нужен открытый, жизнерадостный, эмоциональный, активный волонтёр? Может ли быть в больнице ребёнок, которому нужно молчаливый, тихий, спокойный и не очень даже умный волонтёр? Это некий переслон сознания. Волонтёр, который нужен вам, совершенно не обязательно тот волонтёр, который нужен подопечный. И если вы набираете группу волонтёров под себя, вполне возможно, что вы очень многого лишаете подопечных. Ну и более того, вы отсеиваете некоторых людей не потому, что они профнепригодны как волонтёры, а потому что они не совпадают с вашей зоной комфорта, товарищи. Вот. Я тоже, как координатор, была бы очень рада, если бы все мои волонтёры были мною. Мне, например, очень трудно было с волонтёрами, которые занудные, немножко училки, делают по плану, при этом все еще и все такие аккуратные, я бы сказала. Но я точно видела, что есть ряд детей, которым вот это вот именно нужно. И здесь задача координатора, если вы координатор именно, связующая между, это отойти на задний план, выйти из своей зоны комфорта. И в этом есть ещё очень большой потенциал, потому что по большому счёту наше социальное волонтёрство создаёт условия для встречи, встречи человека и человека. Все мероприятия, все мастер-классы – это просто способы, да, материал, на котором можно встретиться. А для встречи должна быть разница. Во многом эта разница уже задана тем, что наши волонтёры, наши потопечные в очень разных условиях. И там уже есть искра, напряжение, которое возникает от того, что человек передо мной непонятный, непредсказуемый, непросчитываемый. Это тревожно. Это каждый раз мы заново вместе понимаем, как мы будем общаться, потому что это, ну, мы разные. У нас нет единого наработанного стандарта общения. Мы его каждый раз нарабатываем в нашем диалоге. Это очень энергозатратно, но это даёт возможность встречи. Если вы отсекаете вот этот вот путь для себя, как координаты, если вы с Тами не вступаете в общение с волонтёрами, с другими, с которыми у вас разница, с которыми вы не знаете, как пойдёт общение, у вас, знаете, как свои люди понимают с полуслова. И вот вы им что-то сказали, они поняли, и у вас легко. Но если вы не готовы встречаться с другими, которые по-другому понимают, которые, там, я не знаю, другие цитаты используют, или не используют цитаты, другого темпа, если вы, в принципе, вот это вот здесь ставите блок, то это будет транслироваться. Транслироваться. Это будет транслироваться дальше и на общение волонтёра с подопечными. Потому что вы приглашаете волонтёров рисковать. Подопечных тоже приглашаете рисковать, потому что, извините, здрасте, мы тут к вам на голову свалились, люди из другого мира, хотим с вами пообщаться. Вот уж для подопечных в этом тревоге, да, и всякой непонятной, вообще непонятной, ничего с вами делать, вот, чего вы хотите. Вы приглашаете всех в ситуацию тревоги. Вы связующие звено, но в ситуации, где достаточно много неопределённости. И у вас надо нарабатывать свои навыки в этой неопределённости, сохраняться и из неё выуживать цену. Когда вы не рискуете, вы не задаёте этот процесс, вы его не созидаете. И тогда он может просто не возникнуть всем, ну, не преодолеется. Если у вас нет способов эту тревогу превратить в радость, то, скорее всего, волонтёры в более уязвимой позиции, чем вы, или подопечные в более уязвимой позиции, тем вы, им будет это сложно. Понятно ли, что я говорю? Откликнитесь, пожалуйста, потому что у меня ваши... Прямо, если можно, словами, что для вас значит то, что я говорю. Прямо включайте микрофончик. Хорошо. Лида, ну, если я правильно понимаю, то это речь как раз опять про достаточно широкую социализацию. Чем больше разнообразных волонтёров мы привлечём в группу, тем шире будет возможность социализации наших подопечных. Тем более будет разнообразнее встречи и, ну, как бы, больший радиус возможности общения. Наверное, я, скорее, не про это. Да, Юль, спасибо. Наверное, это напрямую с количеством не связано. Я, наверное, сейчас про качество контакта координатора с волонтёром. Ну, вот как ты общаешься со своими волонтёрами? На что ты готова идти? Это может… Не напрямую, на мой взгляд, связано с количеством… Можно я скажу? Я так поняла, что нужно иметь в виду, то, что группа может состоять не только вот сто процентов, прямо единомышленников, таких же по характеру. Возможно, это будут люди, которые отличаются, но, тем не менее, нужно дать возможность себе им, то есть их в эту группу принять, ну, как бы рассмотреть, и при этом не растеряться, не впадать в какое-то такое тревожное состояние, чтобы, как бы, эту тревогу и вот эти опасения не посеять в группе и не передать подопечным, то есть оставаться, как бы, в этой ситуации, в сложившейся, как бы, принять и, ну, как бы, её контролировать, впустить в себя, даже если это будут, ну, люди, которые, как бы, отличаются, ну, немного там другие по складу характера. Марин, спасибо. Спасибо. Мне прямо очень откликается это примерно, да, то, что я хотела сказать про возможность принять чуть-чуть больше, чем ты сегодня готова в рамках безопасности, но принять и справиться со своей тревогой. Да, это вот, да, спасибо. Спасибо. У кого ещё как это откликается, как это видится? Я хочу поделиться своим впечатлением, как раз, мне кажется, это некая такая вот, ну, иллюстрация, Лиды, к тому, что было сейчас здесь сказано. Я была в субботном стажировке, и мне показалось, то есть я вот была новый человек в той группе, которая работает дистанционно онлайн с ребятами, из, ну, которые на квартире, да, адаптируются после учреждения, это три молодых человека, и мне со стороны показалось, что это очень разнообразная группа, как по характерам тех вот волонтёров, которые там присутствовали, по возрасту, по темпераменту вообще, ну, по всему, и при этом это было очень здорово, зажигательно, и какая-то действительно в этом была вот и изюминка, и польза, мне кажется, потому что ребята видели самых разных людей, разные их реакции, вот, разные идеи, разные эмоции, совершенно противоположные люди, и спокойные, и зажигательные, вот, и темпераментные, и слегка занудные, вот, и все вместе, и это, на мой взгляд, очень хорошая волонтёрская группа. Это Олина группа, да? Да, да, Оля Павловская. Оля Павловская. Катя, спасибо большое. Вы представляете себе, как быть координатором, вот, у вас в повозке, да, трепетная лань, орёл и что-то ещё. И это очень сложно, но это очень драйвово. А вы тот, кто создаёт пространство, где все эти разные люди, разные животные, если как-нибудь так, они все живут, и вы это пространство держите, а у вас тут такие вот совсем разные. Это очень сложно, но это так вкусно. Это, вот, если вы попадёте в эту струю, это мощь, да, их там может быть три человека, но ты там три волонтёра, три подопечных. Да, сложно, но очень классно. В этом смысле, Юля, это не обязательно их много, но вот это вот качество, да, что вот здесь вот вписаны, полностью приняты, совершенно разные, да, люди с разным настроем, с разным темпераментом. Это очень сложно, и это очень классно. Да, 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 да. Вот Андрей свою группу сразу, вот Андрей Мещеринов, свою первую группу, сравнил с палитрой, где нужны все цвета. И ему с некоторыми цветами сложно, но палитра, она вот такая вот. Кто-нибудь ещё может откликнуться, как это вам, что вы? Как вы это? Как вам это? Заводит это вас? Вот Иру видно, что как-то вдохновляет. Может, кого-то, наоборот, напрягает. Можно я скажу немножко два слова? Для меня это скорее как такое открытие, потому что, когда Лиду спросили, что важно ли там для подопечного тоже, что важно для нас в плане волонтёра, это было какое-то прям открытие, потому что я даже не подозревала, что на самом-то деле у подопечного действительно потребности и другие, нежели у нас. И тут тоже, наверное, нужно держать в голове, что ты должен держать потребности подопечного в приоритете, а не свой комфорт, чтобы не то, что тебе было комфортно с этими людьми взаимодействовать, а то, что у вас есть всё-таки общая цель, к которой вы идёте. И ради этой цели ты можешь поступиться какими-то своими представлениями о том, как должно быть, например. Вот, это здорово. Лена, спасибо огромное. Больцам на душу, значит, не зря парила. Могу выдохнуть. Ну, я хотела бы, я, наверное, повторю то, что вы Лиду сказали, то, что люди-то все разные, и если мне нравится кто-то активный и такой жизнерадостный, не факт, что моим подопечным будут нравиться такие же люди. Они же тоже разные. То есть и они разные, и мы разные. И поэтому надо в команде иметь разных людей с разными типажами, скажем так, психологическими. И быть готовой с этим работать. Да, и быть готовой. Да, принимать. Внутреннюю работу. Вот здесь вот про то, что Марина говорила, да. Я вас призываю к не самой простой вещи. Она может быть так логически хорошо выстраивается, но это не самая правда простая вещь. И с этого ракурса еще несколько наезд. Внимание, наезд. Представьте себя на месте волонтера. Москвича. Человека, который понял, что у него есть некоторое свободное время. Что жизнь у него достаточно рутинная и не очень осмысленная. И он хочет вот это свое свободное время сделать осмысленным. Кому-то подарить. Почувствовать, что он вообще нужен, что он может делать. И он знает, что есть такая функция, есть такая возможность стать волонтером. Заходит, набирает волонтера в Москве. Там третьим, кто попадает, наставит Даниловцев. И записывается на сайт Даниловцев. У нас волонтер Даниловцев. Заполняет анкету, приходит на общее собеседование, заполняет следующую анкету, уже расширенную, со своими паспортными данными, получает координаты координатора, связывается с координатором. И координатор говорит ему, давайте мы с вами сначала пообщаемся онлайн, а потом очно. Выходит с координатором на онлайн-встречу, координатор ему говорит, вот у нас так и так и так устроена жизнь в нашей группе. Ты подумай, подходит ли это тебе. Если да, то напиши. Какое послание таким образом дает координатор волонтеру? Чтобы вы почувствовали, подумали, как волонтер в этой ситуации? Да, волонтер может думать, а действительно нужно ли это мне. Ну, я бы, наверное, сказала бы так, что у вас тут таких много, ходит, а ты вот посмотри, подумай еще раз, вообще надо тебе это? Да, я согласна. Мог бы подумать, ну, может, я не особо просто нужен. Я не особо нужен. Во мне сомневаются, во мне не уверены. Я видела... Да, если ему координатор дал какой-то такой тонкий намек, значит, все-таки он увидел, да, в этом волонтере что-то, что его заставило сомневаться, да, и он дает ему этот намек, и он не может ему, например, прямо сказать, да, или как-то человек меня обидит, или не дай бог отбить у него желание быть все-таки волонтером в будущем. Вот. И у волонтера, наверное, все-таки должно закраться сомнение. А надо ли оно вообще мне? А подхожу ли я вообще к этому всему, а может, это вообще не мое? Потому что иногда бывает вот впечатление, знаете, как вспышка яркая, да, вот вроде хочется, вот как вы говорите, в Москве есть время свободы. Ну, чем заняться? Побуду благородным, хочу стать волонтером. А может, на самом деле, человеку-то это и не дано, может, это вообще не его. Все равно же не каждый может стать волонтером, правильно? Все равно это не всем дано. И некоторые этим занимаются просто вот, чтобы занять вот это свободное время. А это все-таки надо душу вкладывать, а не время тратить. Это разные абсолютно вещи. Вот прям, я думаю, прям такая внутренняя речь. Тут, наверное, надо душу вкладывать. Я, наверное, не подхожу. Наверное, у меня чего-то для этого недостаточно. А мне кажется, что тут как раз-таки, если человек уже пришел к тому, что он нашел время, он понял для себя, что он свое свободное время готов потратить на кого-то, то здесь уже как бы есть такой позыв к совершению добра, скажем так. Но координатор дает понять, что есть какие-то сомнения. Это да, да. Что-то во мне еще раз подумайте. Что-то во мне недостаточно. Ну вот мне не говорят сразу, говорят, а ты теперь и что подумай. Что-то во мне не хватает. Это может слизываться как безразличие координатора. Я лично координатору не нужен. Он сказал, что, я с Настей согласна, тоже вариант, он сказал, что у нас сложно, и ты подумай. Лично он во мне не заинтересован как в человеке, как в пилантере. Мне кажется, он может почувствовать такой некий равнодушный формальный подход. Ну, типа, да, да, нет, нет. Нам-то, в принципе, все равно, а ты решай, как тебе лучше. Да, да. У нас здесь не состоятся с тобой отношения. Вот ты поймешь, что ты как на функцию годишься? Приходи. Но я из этой ситуации как бы как координатор выхожу. Но я на тебя полностью ответственность прикладываю и не состою как бы вот на такой вот прослойке. Ну, вот, да, подумай, реши, нужен, приходи. Нужен ты или не нужен. Годится тебе это, не годится. К сожалению, вся работа координатора, она, волонтеры немножко в зависимой от нас позиции. Мы для них сверху. Причем еще волшебники в такой вот вообще область очень тонкая, волонтерство. Вся на личном выборе, личном ответственном. И, к сожалению, любая ваша коммуникация с волонтерами, она несет некоторое ему послание. Ну, и, к счастью, тоже, собственно, говорят. Вот. Поэтому какие-то вещи иногда стоит обдумывать. Я никогда так не втумчиво не писала смс, когда была координатором. И мы, я надеюсь, сегодня тоже потренируемся, как написать волонтеру смс, чтобы он услышал ровно то, что ты ему хочешь сказать. Чтобы и поддержать, и поставить границу, и не сманипулировать. Просто это целое искусство писания волонтерам смс. Вот. И вот с этим же самым. мне кажется, такое же иногда безразличие координатора считывается, когда координатор говорит, а теперь сделай прививки, когда сделаешь, приходи. Примерно то же самое. Ну, как, чуть-чуть меньше, да, потому что тебе все-таки не надо самому решать. но все равно ты как-то брошь. Ну, вот сделаешь, сделаешь, не сделаешь, не сделаешь, вытяну, не вытяну. Поэтому я, например, очень советую координатору не бросать волонтеров, которые отправлены делать прививки. а там вот как-то эмоционально поддерживает. как, получилось? Сколько получилось? Долго в очереди стоял. О, как круто это уже получилось. Потому что здесь вот эта вот связь как раз и создается. Это трепетно, такой момент сложный. Вот. И точно так же вот вы обсуждали про большие и малые группы. одно дело, когда маленькая группа это некоторый артефакт нынешней ситуации. Что имеется в виду под маленькой группой? 3-4 человека всего. Они могут все те же 3-4 человека ходить всегда. Ну, там 2-3 из 3-4. Но их всего. Или может быть группа 15 человек списочный состав обходит 3-4. коммуникация внутри очень разная. И закрытая группа маленькая, она скорее будет супер ваша. Очень на вас похожая. Супер единомышленная. И в нее даже не по количеству входящих волонтеров, а просто как вы можете понять, это прям малая группа или это просто мало волонтера. По реакции на кого-то это напряжение или это очень естественно. Новый человек с новым пылом, с новыми представлениями. Обычно, если еще активный, это вообще бета держит. Кричи караул, новенький активный волонтер. бета бета. Вот. но если у вас группа очень ваша, очень маленькая, очень закрытая, то вполне возможно, что и качество общения с подопечными уже очень на каких-то своих сложившихся рельсах уже, да, без принятия новых. вообще для групп, для любых групп сокрытость это опасный признак. Если вы в какой-то группе, вы чувствуете, что вы не очень сильно напрягаетесь, если приходит новый человек, в школе, кто из вас приходил в новый класс, приходил в другую школу или в другой класс. Вот этот опыт, новичок, сложившийся коллектив. Если коллектив с жесткими такими границами, то, кстати, большая вероятность, что внутри коллектива границы будут очень смазаны. В такой закрытой группе все будут за все отвечать, трудно говорить нет, трудно отстаивать границы, но это просто такой психологический фактор. Если у системы одна граница жесткая, то следующая будет размытая. Также в семья есть очень закрытые двери дома, грубо говоря, то внутри дома очень все слиты. Это по поводу того, что было на прошлых занятиях, то, что я хотела до вас донести как людей, работающих с группой. А теперь вопрос такой, давайте уже тоже голосом. вы волонтеры. Вы все были почти волонтерами, да, пробами. Как вы можете понять, то, куда вы пришли, это именно группа, или это вот такой набор волонтеров. Вы попали в группу, или вы попали в списочный состав. По каким признакам волонтеры, Женя? Группа, там у каждого есть свои обязанности, и каждый четко будет знать, я отвечаю за это и за то, и каждый идет и делает вот, что у него в обязанности прописано. Ну, я, например, там распаковываю, да, я знаю, что я все время этим занимаюсь, или там я начинаю вот там еще что-то делать, ну, вот как такие. Просто когда это, как мы здесь сравним группу и бочку, да? Да. То есть, когда мы выдергиваем из бочки кого-то обо кого, то есть, тут они будут, ну, все за все. А может ли бочка так наоборот быть устроена, что если мне нужен фотограф, я выдергиваю фотографа? Но никак этот фотограф с другими вообще не связан. Ну, может быть, может. Ну, если так посчастливиться выдернуть фотографа, если вам нужен фотограф, и он там есть, и вы его выдернете. Вот у меня немножечко как бы вроде логично, а вот на Даниловский опыт немножко не ложится. Вот координатор рисующий, бывший, Юля, Саша, как вам такая эмоция? Про то, что когда ну, если вы входите сразу со своей обязанности, вы понимаете, что вы за это отвечаете, вы чувствуете, что вы часть группы. Мне кажется, это поиск, это всегда какой-то поиск этого места, может быть, какой-то четкий обязанности нет, но она находится как-то, я бы сказала, что да, есть какие-то, например, приходит человек, какой-то волонтер, который, например, в детской больнице, например, очень хорошо делает поделки из бисера, есть какая-то специализация, что ты там, если ребенок хочет с тобой заниматься бисером, то ты, соответственно, к тебе, а вот это там, условно, это Лиза занимается и делает, но если не говорить о каких-то навыках, то в целом, мне кажется, каждый волонтер потихонечку сам находит какое-то свое место под свой стиль, что ли, опять же, под свое разнообразие, то есть, под свой темперамент, то есть, опять же, это упирается вот в это, наверное, разнообразие, то есть, при всем разнообразии все равно, каждый как-то интуитивно, что ли, находит это место, чувствует, то есть, это не какое-то броновское движение, а какое-то, все равно, какая-то система живая, как живой организм, который как-то так организуется, мне кажется, вот так. Таша, спасибо, мне кажется, прям докручивость, это не про то, что у меня обязательно есть обязанность, да, во многих группах такого распределения обязанности нет, у меня есть свое место, у меня есть свой стиль, ну, я знаю, что я там в этой группе, и меня за это ценят, я знаю, что меня за это ценят, вот, я получаю обратную связь, что я со своим бисером, или я со своей детской непосредственности, или я со своим молчанием и занудством, что меня в этом видят и меня ценят. Прекрасно. Вы, как координатор, как можете дать понять волонтеру, что он ценен для группы вот своим местом, своим стилем? Прямо технически, что вы можете для этого сделать? Технически сказать ему, поэтому поблагодарить человека. Как будет выглядеть эта благодарность? Мне кажется, было бы здорово поблагодарить, например, в чате, именно, ну, при всей группе, или когда собрался коллектив, и сказать там конкретному человеку, что да, вот он на каком-то мероприятии или в каком-то действии действительно был очень классный, полезный, и вот это отметить для всех, чтобы он почувствовал свою ценность именно в группе. Значит, первое, озвучите это на всех, некоторое свое отношение на всех, в чате, на круге, вместе с сбором волонтеров после мероприятия. Может быть, это, мне кажется, это вообще не должна быть похвала. То есть вообще не должна быть оценки. Это сказать, например, ой, ты так здорово провел сегодня занятия с детьми, у тебя так вот так хорошо получается. Да, 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 вот я так рада, что ты как раз был вот с этим подопечным. У вас такая пара получилась? Или там вот это вот, ну, смотрите, сегодня там Марина, вот эта ее придумка отозвалась на всех. Да, отметить даже не как заслуги, да, не как похвалу, а именно вот показать, смотрите, вот ты это делал, вот он это делал, смотрите, как классно, да, можно даже каким-нибудь мимолетом, там, а у них-то вообще там, не знаю, ну, как у нас полиция была, зачем столько, вы знаете, там такое творится, там, не знаю, пластилиновый медведь вообще на дерево лезет. Ну, как бы вот озвучить на всех с некоторой своей эмоциональной, вот с радостью, да. Да, 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 разделение ответственности, чтобы подчеркнуть мастерство волонтера в этой области, там, попросить, что-то конкретно сделать или сказать, мол, давайте это сделать, Настя, мне это круто получается, лучше меня точно. У тебя это хорошо получается, да. Может быть, даже, когда какой-то момент, да, такими словами, я рада, Ира, что ты теперь с нами. Может быть, мы рады, что ты с нами. Нам хорошо, что ты с нами. Спасибо. Следующее, это было, Женина, да, что даст, даёт возможность понять, что ты именно в группе. Вот был первый пункт, да, про свои обязанности или своё место. Что ещё вам может дать понять, что вы в группе, а не в базе волонтеров, даже если 5 человек. Если можно, скажу. Мне кажется, что отличие бочки от группы в том, что в группе волонтёр чувствует коммуникацию, то есть он чувствует, что он вовлечён в общение с другими волонтёрами, с координатором. Они вместе могут планировать какие-то мероприятия или дальнейшую работу в этой группе. И он чувствует себя винтиком в общем механизме, когда он видит движение этих винтиков вокруг. Прекрасно. Прекрасно. Давайте, что мы, как координаторы, технически можем сделать, чтобы наши волонтёры были вовлечены в общение друг с другом? Собраться, например, мероприятия. мероприятия. Наши сегодняшние занятия. Единственное, значит, пожалуйста, всем, вот очень прошу, в кафе после посещения. Ну, или некоторых там в учреждениях есть место после посещения. И желательно, чтобы координатор прямо вот до начала работы группы это место определил. Только я очень прошу, не предлагайте, не хотите ли вы. А прям говорите, мы идём в кафе, кто хочет, давайте вместе. И отдельно было это мероприятие. мероприятие. Потому что есть то, что вы регулярно после посещения ходите в кафе. Да, и хотя бы полчасика сидите, а кто может сидеть больше, это очень сильно создаёт группу, просто очень сильно. Группы, которые так делают, они качественно отличаются. И есть отдельные мероприятия. Кому что было бы интересно лично сделать со своими волонтёрами? Угу. Давайте это не в мероприятие, а вот прямо как традицию группы, что мы поздравляем волонтёров вместе с днём рождения в чате. А если вы очень входите, вы это делаете, да, у нас на этой неделе там, того-то. Можно вместе с подопечным сделать человеку открытку. лучше не покупай дорогие подарки, да. В группе Бурденко была традиция, что люди приходили на посещение свой день рождения, после этого вели всех муму отмечать. Ну, вот так хотелось отмечать свой день рождения. Сейчас у нас координаторы некоторые на свой день рождения приходят на собрание Даниловцев. Последние было две недели назад. Кому какие мероприятия было бы интересно со своей группой волонтёров, вот просто для себя интересно? Какой такой тренинг? Какой такой тренинг? Любой. Хорошо, лайфхак. Можно заказать у нас тренинг для себя и своих волонтёров. на интересующую тему. Вместе пойти чему-нибудь поучиться. Чему-нибудь крутому, интересному. Женя, а чему бы хотелось? На какой мастер-класс самой хотелось? Не знаю, мне тут что-то запала керамика и гончарная лепка всякая. Прикольно было бы карцинг. Почему или нет? Или боулинг это тоже, мне кажется, сплочает. Но ты это командная игра, и тем самым ты как бы ещё больше сплочаешься тем самым коллектив. да, да, у нас даже бывает, что две группы ходят, а группа на группу. Да, круто. Какие-нибудь посиделки с печушками собственными. Женя, на какие-нибудь праздники печь пирог и после посещения вот круг нарезанный прям вот так вот раздавать приносишь и раздаёшь и каждый берёшь по кусочку вообще. В парке договориться погулять. Главное ищите то, что вам самим интересно. Вот хотите вы пойти на гончарный круг, но как-то себя не заставить, не можете заставить, тащите волонтёров. Скучайте по болни, тащите волонтёров. Угу. 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 Вот. Так. Так. Следующее. Устроить совместный мозговой штурм и составлять совместно план. Во. А где врубили попозже? Я не знала. В ЦДХ. Да, ну. Да, новая третяковка сейчас называется. Спасибо. Спасибо. я не знала. Совместное составление планов и мозговой штурм. Да. Ира, а что, у вас вообще ничего не происходит? так, что можно сделать Ире в городе Павловск, Нижегородской области, со своими волонтёрами, чтобы было интересно? У нас тут вообще делать нечего. Вот даже голову не ломайте, вообще заняться нечем. Боулинг, единственные парки, вот как написали. Итог, сейчас всё на реконструкции. Почитать и обсудить фильм, посмотреть вместе и обсудить. Книжный клуб, если читающие волонтёры. Ага, бальминтон или лыжи. Это, конечно, сложно. Гораздо проще сделать мероприятие, когда его кто-то делает для вас. И вы тоже как координатор в этом участвуйте. Сделать самому мероприятие для волонтёров, когда нет в окружении поддержки, гораздо сложнее. Но иногда можно. Прекрасно, Ира. Игры, которыми можно играть с волонтёром. Настольные вы имеете можно настольные, можно ненастольные. Мафия. Внутренний мастер-класс. Да, когда одни волонтёры для других чего-то делают. вообще игры на большую компанию. Так. Так. Женя, держись. трэш, трэш какой-то мероприятие. Тоже мероприятие, да. Очень сплачивает. Если вы куда-нибудь попали вместе, там вырубили свет и сверху льёт вода, это будет очень сплачивающего. Но специально, пожалуйста, его не надо делать. Можно, правда, отмечать дни рождения друг друга и можно какие-то совместные игры или настольные, или двигательные. И, правда, их достаточно много и они достаточно интересные. Экскурсионную поездку меньше есть, но это сложнее. Вытащить вообще народ за пределы города сложнее. снежный бой. Взятие крепости. Сначала мы крепость строим, потом её, значит, снежками. А в центр поставить большую свечу. И задача нападающей команды снежками эту свечу затушить, а задача, соответственно, обороняющейся не дать. Но пока мало. Конечно, мало. Насыпет же ещё, но наявы. Игорь ещё наявы. самим караут пригласить Сашу Сошникову потанцевать, собрать своих волонтёров и пригласить Сашу Сошникову сделать мастер-класс индийских танцев. Саша будет показывать, а вы вместе группу будете. И, в принципе, вот такие онлайн мастер-классы, когда у вас на экране ведущий, а вы вместе. Считайте это аферты. Так, про совместное придумывание и разработку планов. Очень объединяет, распределяет ответственность, и вообще всё прекрасно. В чём сложность? Вот по вашему волонтёрскому опыту, ваше представление политики, чего сложно? В чём в этом сложно? Очень многие координаторы на это прямо жалуются, ломаются, ничего не много. Ну, потому что если ты делегируешь какую-то свою обязанность кому-то, то не факт, что этот кто-то сможет её выполнить, потому что все волонтёры живые люди и могут заболеть, а вы уже запланировали что-то или ещё что-то может случиться? Сложность координироваться по времени, но это не самое сложное, потому что можно и в чате обсуждать то, чего. Первая сложность это то, что в голове координатора это формулируется, как я делегирую обязанности по придумыванию мероприятий. Вот когда в голове у координатора это так звучит, а почти у всех координаторов на первых шпорах звучит именно так, это большая сложность, потому что волонтёр точно знает, что это обязанность координатора, который он почему-то хочет на меня свалить. И если я даже ничего не придумаю и не сделаю, всё равно всё произойдёт. Поэтому люди, у которых это прямо сразу поставлено, они прямо сразу говорят в чате, у нас завтра посещение, что делать будем? И сами молчат, как рыба облёт. Вот. потому что в голове что-то мы придумываем, а не я делегирую и придумаю. Вот, но это очень страшно, конечно. Интересы всех не обязательно всё время учитывать интересы всех. Можно же делать, вы же не один раз делаете. Можно сделать один раз одни интересы, другой раз другие интересы. То есть нету такой задачки, чтобы мероприятие было, каждое мероприятие прямо интересы всех учителей. Но кому-то действительно это неинтересно. В больнице у нас хорошо заходит такое, что есть мероприятие, но есть возможность в него не включаться. есть есть что-то, что делается как мастер-класс, но можно просто посидеть в стороночке паре ребят, паре волонтёров просто присоединиться. то есть это и тогда каждый раз есть тот, кто что-то привносит сильно, но и те, которые включаются так, как хотят. здесь, на мой взгляд, большей частью это правда вот позиция координатора по добиванию. Не придумайте, но значит не будет. Дальше какие есть идеи, чего хочется? Как вы думаете, что из этого мы потянем? ну что, давайте попробуем вот это. Кто чего делает? То есть координатор как модератор. То есть вы модерируете в точку, да, точка сборки идей, точка проверки идей, выбора идей наиболее выполнимой. Вот. И дальше распределение обязанностей. Чем меньше вы берёте на себя и говорите, ну как бы я готов там взяться вот за это и за это. то есть это не делегирование ответственности, а разделение ответственности. Это наше дело, это не моё дело, которое я вас прошу, которое я вам делегирую, это наше дело. Но я, в мои обязанности как координатора не входит придумывание каждого. вот очень многие координаторы начинают с ощущения, что в мои обязанности входит придумывание, чем мы каждый раз занимаемся. Ну, я очень легко из этого выходила, потому что мы каждый раз у нас был свободный, вот у нас был материал для творчества, и дальше каждый раз каждый занимался чем хочет. То есть никогда не было, ну, а были какие-то праздники, мне захотелось, или кому-то из волонтёров что-то захотелось, масштабное. Вот. А в принципе не надо было ничего придумывать. А есть координаторы, которые прямо считают, что они обязаны придумывать. Понятно, что в онлайне это вообще ощущается как вообще первая и единственная главная обязанность координатора это придумывать мероприятия, потому что в онлайне очень сложно свободного, как бы наладить свободное общение, это вообще искусство. Вот. Но, дальше ты впрягаешься и начинаешь эти мероприятия кинерить, 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 в какой-то момент ты понимаешь, что ты уже больше не можешь, а так уже сложилась система. Все знают, что мероприятие это то, что придумывает координаты. И тут приходится, ну, тут сложно, тут надо собирать группу, говорить, ребята, я сломал, я больше не могу, я больше не придумал, давайте вместе думать, как мы будем дальше жить. Ну, уж тогда, пожалуйста, не надо, а вот это мы делать не будем, потому что это опасно, а вот это слишком сложно, а это нашим подопечным не пойдет, потому что в такой поиск, скажу, очень хочется сразу, чтобы придумали, придумали то, что я бы сама придумала, и провели, как я сама бы провела. Еще, какие вещи дают понять волонтеру, что он часть группы? Какие вещи прямо на собеседовании могут дать понять волонтеру, что его приглашают в группу, а не в базу волонтеров? Может быть, когда рассказывают что-то о группе, говорят, нас там столько-то, как-то вот, мы планируем там, то-то, тогда-то, ну, что-то говорят о группе, о планах ближайших хотя бы. Группа вообще рождается в уме и сердце координатора, и рождение группы означает, проявляется тем, что вы в первый раз говорите «мы». Вот это слово «мы». Вот говоря слово «мы», вы практически в эту секунду эту группу состоёте. Мы у нас, у нас так принято, у нас можно вот это, вот мы придумали это, у нас бывало. Говоря слово «мы» в эту группу, вот вы её держите, вот этим вот словом. Каким образом группа понимает, что новичок стал её членом? Когда идёт увлечённость в разговор, например, когда есть интерес со стороны новичка, там, например, узнать, вот что мы там собираемся, что вы собираетесь там сегодня делать, вот давайте я вам помогу, вот там, ну то есть его желание стать частью этой группы, потому что он видит, что есть такая некая сплочённость, частью которой он хочет стать, желает ей стать. Каким образом можно помочь новичку это желание стать частью группы, проявить? Как тебе надо? Например, не то, что делегировать, как вы об этом говорили, а сказать, допустим, вот попробуй сегодня поиграть с этим ребёнком. Вот мы вот раньше вот так вот что-то такое подобное делали, вот ты так же можешь там делать. Ну и как бы он будет чувствовать свою значимость и то, что он может делать так же, как и мы делаем. Так, это немножечко, я сейчас на это откликнусь. Немножко другая тема. Есть что сказать. Я просто себя запишу на память. Мне кажется, тоже... Да. Если вместе в группе, то можно как-то и, предположим, новичок молчит, или, ну, видно, что он неактивно включается, можно спросить его мнение, там, сакцентировать как-то его внимание, передать ему слово, может быть, ну и так далее. То есть как-то его выделить среди группы и предложить поактивнее поучаствовать. Ну, именно так корректно, опять же, спросив его мнение или ещё что-то, какие есть идеи, и так далее. А ещё, мне кажется, важно спрашивать там, допустим, если он первый раз пришёл в группу, после посещения спросить, как тебе понравилось, ну, всё ли хорошо было, как ощущения, там, планируешь ли ты дальше к нам ходить. Это, мне кажется, тоже очень важно, и тогда действительно новичок почувствует в том, то, что, да, меня здесь будут ещё ждать, и, ну, почему бы и дальше не походить. Вот. Теперь почти полностью пасы. Значит, пункт первый, это то, о чём Ира пишет. Пункт первый, чтобы нам ещё стал членом группы, его в группу вести, и группе его представить. Добро пожаловать в нашу группу. «Ребята, вот это вот Екатерина, она теперь с нами. Это можно делать в чате, это можно делать на посещении. Я устраивала мини-игру на знакомство, ну, чтобы хотя бы имена всех прозвучили, чтобы для новенького человека хотя бы все были по именам, или если у вас есть пейджи. Вот. Но всё равно каким-то образом новичка, группе показать, и группу новичку тоже. Вот это вот мы. Вот Ира, это Марина, это Настя, вот мы. И это дело координатора. Просим любить и жаловать. Вот прям практически этими словами, да. Дальше. Мне кажется, при введении новичка я бы не стала сразу говорить, что ты можешь вот так что-то сделать, я бы вообще не стала предлагать что-то активное делать. Всё-таки первый раз это он должен сориентироваться. Да. Во-первых, для новичка можно немножечко больше объяснять, что здесь происходит. А вот это место, где мы обычно собираемся. Вот здесь палата, мы с палат забём, да. Вот. Там хочешь пройтись вместе по палатам. А вот это у нас шкафчик, здесь лежат материалы. я вот абсолютно согласна, что не надо никаким способом его отделять. Вот. Вот как бы действительно разных правил. Можно поручить опеки и заботе кого-то из волонтёров. Я вообще нагло делала, я поручала подопечных. Я говорила, вот это Женя, она первый раз, ей, конечно, тревожно. Маша, ты уже много с нами. Вот, пожалуйста, позаботься о Жене. Девочка Маша с большим удовольствием шла к тёте Жене и заботилась о том, чтобы к тёте Жене было не страшно. И Маше приятно, безусловно. Вот. И абсолютно вот то, что сказала Катя, пожалуйста, большими буквами. Обязательно с новичком после посещения надо поговорить. Вот обязательно. Как тебе было? Чё делала? Чё хотелось? Как переживалась? Как следующие планы? Вот. Это вот прям вот обязательно в порядке. Это входит в такие вот должностные обязанности координатора. А теперь такая вещь, как статусы. Она не очень обязательная для координатора, но очень желательная, потому что сильно облегчает жизнь. Мы предлагаем присваивать волонтёрам разные статусы, делать это в открытую. Я думаю, кстати, что за время эпидемии ещё какой-то надо новый статус придумать для людей, которые прошли собеседование, но ещё не пришли в группу. Пока не придумали название. Мы выделяем тоже название вот в онлайн-проекте. Свои названия придумали, но у нас так было. Есть стажёр. Человек, который, новичок, который приходит в группу, он стажёр. Время этого стажёрства в стажировке оно понятное. Оно может быть по времени, не знаю, месяц, может быть, по количеству посещений. Каждый координатор для себя понимает, к какому критерию он дальше готов, когда этот человек стал моим волонтёром. Время стажёрства это время понимания. Стажёр присматривает в группе смотрит, что происходит, как он здесь может разместиться, чего он здесь хочет. Вы присматриваетесь к волонтёру. После этого это точка, где вы можете принять решение, он может принять решение. Точка некоторой свободы. Не рекомендуется давать стажёрам проводить мероприятия. Потенциал да, очень хорошо. Волонтёр потенциал мне нравится. Потому что бывает человек с первого раза приходит и говорит я хочу вот это сделать. Кончится стажировка, станешь волонтёром, делай пожалуйста. Как вы думаете почему? Почему не рекомендуется давать возможность стажёрам проводить свой мероприятие? нет, скорее желание не пропадёт ещё на второй раз. просто были такие случаи, знаете, вот тоже так приходит, он настолько вот столько вот я вот хочу, я вот это хочу, вот то хочу, и прямо знаете, на все руки от скуки. А потом в конце значит уже вот такой подходит, язык не печёт, говорит, не всё, я даже вот наверное в следующий раз наверное не приду, уже сил вообще никаких, я не думала, что это так тяжело. Я написала, чтобы желание не пропало. Чтобы мне желание не пропало. Что если дать возможность реализовать, желание пропадёт. Да, да, да. Да, за счёт чего пропадает желание, если ему дать сразу реализовать? Почему вот ваш так накололся? Он чувствует большую нагрузку. Ну как вот сразу на него взвалить всё, что на плечах можно сказать координатора, конечно он может тогда сразу сбежать, подумать, зачем ему это вообще нужно. Надо же потихонечку чтобы в качестве потенциального фонтёра чтобы всё это потихоньку понимал. Не рассчитывает сил и переоценил себя и он не понимает ситуацию. Поэтому он не может рассчитать эти силы. Он говорит, я сделаю и берётся. Но он не знает вообще что за подопечность, что идёт, что не идёт, каковы условия. Ну вот знаю на собрании координаторов мой координатор Андрей рассказывал, как я будучи волонтёром, новичком предложила читать детям в больнице вслух. И как да. Скрипя сердце Андрей позволил мне это сделать. Самые стойкие дети слушали 15-20 минут. Через 20 минут уже самые стойкие дети говорят. Ну не идёт там. Ну 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 вообще а это было второе посещение. Вот сначала посмотри, что я себе представляю. Ну не иди ты в ПНИ сразу со своим мероприятием. Ну посмотри на людей. Ну что они могут? Чего они могут? Посмотри, чего можешь ты. Посмотри вообще как тебе. Очень страшно. Часто у новичка за этим стоит тревога. Я не знаю как мне будет и за деятельность спрятаться проще. У меня точно была когда-то тревога. В этом смысле на все что всегда нуждается в том, чтобы мы рассказали как, что делаем, как делать. Там мастер-класс какой-нибудь оригами складывается. То, что так проще, так понятно. Вот. Когда тебе говорят, что за деятельность не спрячешься, просто посмотри как тебе, как удобнее, где включайся, когда хочешь, когда готов, делать то, что хочешь. Это, конечно, тревожненько. Вот. Это про новичка. Это про стажера. Вот. И дальше он проходит туда. Стажер не имеет права получать медицинскую книжку. Медицинскую, соответственно, конечно. Волонтерскую. Ну, потому что я два раза был в ПНИ. и дайте мне волонтерскую книжку. Координатор не рассчитывает на стажера. Если стажер пришел, это замечательно. Координатор не взваливает на него вот такой вот нагруз ответственности, что ты не придешь все развалится. То есть, это ситуация стажер, когда мало прав и малообязненности. Это свободная ситуация присутствия. Он прошел в дожировку. Да, говорит, это мое место, вы говорите, да, вы наш человек. Он становится волонтером. Волонтер это человек, который по определению приходит. Если не приходит, то сообщает. это человек, на которого вы опираетесь. У нас с 18 в разных вопросах от Жени, с какого возраста принимаем волонтера. У нас с 18 в учреждения до 18 пускают. Случаи с 17-летними они ну, в общем, нет, с 18 лет. Строг стажировки каждый координатор сам выставляет свой. За сколько времени вы поймете, этот человек готов быть вашим волонтером или нет. 3-4 посещения если подряд. Если человек там 4 посещения подряд приходил, то вполне, вполне. Если у вас раз в месяц, то это, конечно, сложнее. Может быть, две поездки. И есть люди, которым, ну, правда, им надо эти две поездки, чтобы понять, что там, это не мое, ну, или у меня не складывается, или время не позволяет. А вы на него уже рассчитываете как на волонтера. Вот фишка статуса волонтера в том, что вы на него рассчитываете. И вам тяжело, когда он не приходит. И вы обижаетесь, когда он не приходит. И вы ждете его. И подопечные его ждут. Потому что чем регулярнее человек ходит, тем проще ему ходить. Ему не надо каждый раз заново восстанавливать все связи, знакомства. Особенно там, где одни и те же подопечные, там, на ИДТИ, у него складываются отношения, его ждут. Ты четыре раза пришел, и тебя уже по имени ждут. Но даже там, где подопечные все время разные, там в детских больницах, все равно, если ты приходишь регулярно, ты по-другому приходишь, чем если ты приходишь так раз в полгода. Ты как будто бы каждый раз заново. И следующий статус, это гости группы. Такой человек, который был уже волонтером, вы видите, что он начал ходить редко. Это вообще головная боль для координатора. Ну, может быть, ты уже, может быть, уже хватит, может быть, срок твоего волонтерства закончился. Ну, может, у тебя что-то нет, я обязательно приду в следующий раз. Ну, я вижу, что тебе тяжело, вот ты уже три раза пообещал, что пришел, и не можешь. Может быть, давай хорошо, простим тебя. Нет, я все равно обязательно приду. Потому что между вами и волонтером стоит некоторый третий, некоторая совесть волонтера или его долг, с кем он выясняет отношения, а не с вами. Поэтому сказать вам, что нет, я больше не буду волонтером, очень сложно. Просто очень сложно. Даже на статус гости очень сложно согласиться, поэтому мы предлагаем тоже вводить критерии. Если человек два месяца не был, то он переводится в статус гости. Гость – это человек, которого вы не ждете, но если он приходит, это радость. Он может прийти в любой момент, он, его будут очень рады видеть, но он не обязан приходить каждый раз. И для вас самих будет понятно, а то приходит координат, я ничего не могу понять. У меня 20 человек списочный состав, а мы ходим вдвоем. Давай смотреть список. 10 человек из 20 были раз в полгода и 5 новеньких. Ну, тогда у тебя списочный состав 5 волонтеров. Вот и так и думай, что у тебя в группе 5 волонтеров плюс 5 стажеров плюс 10 гостей. Но из 5 волонтеров входит 2-3 человека, это нормально. Вот. А теперь чтобы вас совсем-совсем не уж перегрузить, давайте немножко потренируемся. Сначала индивидуально, листик, бумажку или телефон, где еще. Напишите, пожалуйста, 3 личные смс-ки волонтеру. Первый, что он принят в тажеры. Второй, что он переходит в волонтеры. И в третий, что он переходит в гости. Смс-ки, которые вы посылаете человеку лично. Давайте мы пройдемся тогда по всем сообщениям. Я тогда зачитаю, или как каждый из вас давайте тогда тоже удобнее будет зачитывать каждые свои сообщения. Начнем с Евгения. Евгения, вы с нами, да? начитать сообщения. Да, да, я с вами. Да, все отлично. Можете прям сразу первый, второй, третий. Сейчас я тогда зайду, я их здесь же отправляла. Ну вот первое написала Аня, привет, мы рады тебя видеть с нами, ты уже добавлен в чат, наше ближайшее совместное мероприятие, тогда ты востолько. Ждем тебя. если есть вопросы, готова помочь. Это стажеру. Дальше сразу все читать три? Да, да, давайте мы сразу по всему. Волонтеру. Аня, привет, ура, этап стажировки пройден, теперь полноценный волонтер, права, обязанности и почести прилагаются это в скобочках. Вместо встречи извинить нельзя, так что ждем тебя там-то и там-то. Отлично. И гость, и гостью. Аня, привет, видим, что твои визиты стали реже, верим, что на это есть причина, но мы рады тебя видеть всегда в качестве гостя, дай знать, когда ты с нами. Спасибо. Ирина, хорошо, да, поняли, спасибо большое за участие. Да, да, до встречи. Ирина вынуждена с нами попрощаться сейчас, поэтому пока встречается. Отлично, да, спасибо, спасибо большое. Как вам то, что составило Евгения, друзья, ваши отзывы? Такие все серьезные. Устали уже, наверное, да? Ну, я тогда, если можно, прокомментирую. Мне очень понравились смс-ки Евгения, в них не чувствуется никакого обвинения, вот, например, в последний, то есть тебя вроде как бы перевели в гости, но при этом это не обидно, а как-то с очень пониманием и со все равно расположенностью к дальнейшему диалогу в случае чего. Вот, а две смс-ки о том, что ты просто меняешь статус на какой-то там стажера или волонтера, они очень лаконичные, информативные и тоже такие, ну, включенные, считайте, в работу, то есть ты видишь, что координатору не все равно, и вот он тебе так с чувством пишет. Ну, они такие, мне кажется, еще они такие доброжелательные и с чувством юмора таким тонким, там, про место встречи изменить нельзя и какой-то такой, ну, приятный юмор такой, на мой взгляд. У меня бы тоже вот это откликнулось тоже. Может быть, у вас, девочки, еще есть какие-то впечатления того, как Евгения постаралась? Ну, у меня, может быть, еще, потому что Евгения их прочитала вслух, и как бы такие энергичные вот хотелось добавить, такие прям позитивные, энергичные. Не знаю, может, это от того, что, ну, я уже слышала голос, который читает, то есть, не знаю. Ну, можно так и представлять, на самом деле, бывает, что ты получаешь от человека сообщение, и ты, помни его голос, его манеру, ты про себя прочитываешь именно так и думаешь, как бы человек это сказал, если бы он говорил, а не писал. То есть, тут, может быть, да, действительно, если ты человека помнишь, особенно, если речь уже идет, может быть, стажер, может, не так хорошо знает координатора, но вот, когда уже волонтеры, тем более, гость, то, конечно, ты уже больше знаешь координатора, и уже в голове у тебя картинка больше складывается. Отлично. А мы тут Евгению хвалим. У Евгении хорошие сообщения. Ты молодец. Давай хвалить. Да. Да. Ну что, друзья, тогда переходим к следующим. Вот у меня мне писали, сейчас я посмотрю в личные сообщения. Мне вот Ирина, я тогда за нее зачитаю, так как она вынуждена была отключиться. Ну, у Ирины такие лаконичные получились сообщения. «Добрый день, мы бы вас хотели видеть в нашей группе в качестве стажера. Рады вам сообщить, что мы и вы готовы к вашему переходу из стажера в волонтеры». Это второе сообщение. И третье сообщение. «Должны вам сообщить, что мы вынуждены вас привезти в гости группы. Будем рады, если вы про нас не забудете. Ждем вашего возможного возвращения». Такие лаконичные, уверенные сообщения. Может быть, есть какой-то отклик? Как вам такие смски? Ну, мне, как человеку очень такому вовлеченному и любящему лирику, мне суховатый кажется. То есть, я бы не прониклась. Я не про последнюю смску, а про тех, которые такие шприцпации должны как-то симулировать, как мне кажется. Я тоже соглашусь, что, видимо, здесь Ирина не дописала слишком чисто информативно и не хватило какого-то мяса. Да, Екатерина, мяса какого-то и больше вовлеченности чего-то такого. Согласна. А в третьей я прям тоже заметила, что, хотя здесь уже появилось «Будем рады, не забудете, ждем возвращения». То есть, какие-то появились элементы, а первые две, да, такие прям совсем-сосем сухие получились. я думаю, что, да, Ирине можно будет потом тоже дать обратную связь. Поэтому. Кто-то еще хочет добавить по сообщениям Ирины? Ну, хорошо, значит, обсудили. Тогда пойдем дальше. Следующие у меня в сообщениях были от Марине. Сообщения. тогда я... Так, Марина, зачитайте тогда. Может быть, у меня какая-то разница получилась между тем, что я в чате написала и здесь у себя не очень уверена. Но, опять же-таки, хотела ради интереса попросить вас прочитать, потом думаю, ладно, пусть будет моя интонация. Добрый день, Аня. Там любое имя. Вы приняты в стажер нашей группы. Второе сообщение. Добрый день, ну, допустим, Аня. Теперь вы... Поздравляю или когда поздравляем, теперь... Что-то я тут понаписала. написала. Теперь вы волонтер в основном в составе нашей группы. Третье. Также добрый день, Аня. Сообщаем вам, что вы переведены в статус гостя. Будем или надеемся видеть тебя с нами почаще. Как-то вот просьба. Спасибо. Как откликается, друзья, Марине на сообщение? Очень мило. Ну, так все по-доброму, приятно. Как мне будет. Видеть почаще. А вот третье такая... Поздравляю, то есть поздравление какое-то, что какой-то статус, да, что-то есть в этом переходе такое почетное. Ну, вот первая смс-ка. Марин, не показалось, что слишком короткое, так же, как было у Ирины? Может быть, стоит сделать по-развернуться? Наверное, уже чувствуется, вот особенно, если с тем, как Евгения писала, более развернуто, тоже не слишком длинно, но, да, вот можно доработать. Хотя, тон доброжелательный, но, может быть, да, побольше. Да, короткое, да, можно немного. Да, немножко расширить. Вот, тут уже совместные активности у нас в Телеграм заводят. Ну, ничего, сейчас доделываем эту работу и побежим в Телеграм добавляться. Так, отлично. Так, тогда у меня в чате еще от Елены сообщение. Может, попросить вас? Да, конечно. Я, к сожалению, не успела третье написать, как-то задумалась, сложно, и только два. Но зато вложились в первые два, я вижу. Ладно, тогда стажеру. Привет, Аня, я очень рада нашему знакомству и тому, что ты проявила желание стать волонтером в нашей группе. С этого дня начинается период твоей стажировки, который продлится три месяца. За это время ты сможешь получше узнать о наших подопечных, познакомиться с другими стажерами и волонтерами и глубже погрузиться в волонтерскую деятельность и жизнь группы в целом. После чего ты сможешь точно решить, хочешь ли ты быть волонтером в группу. И волонтером. Аня, добрый вечер, с радостью сообщаю тебе, что время твоей стажировки подошло к концу и теперь ты можешь считаться волонтером нашей группы. Я очень рада, что наша группа пополняется такими искренними, открытыми, интересными людьми, как-то. Все. Так. Так, друзья, как у вас отклик? Мне было очень приятно слышать от Лены какую-то положительную оценку тебя как личности. Не обязательно как волонтера, а просто в принципе, что ты очень приятный человек. Это прям супер мило и нежно. И вот мне к такому координатору очень хочется идти дальше. Все. Лена, в твоей группе уже плюс один. Да, мы за счет Лены будем выбивать, если к нам в группу никто не придет из волонтеров. Мы такие, ладно, пойдем по-дружески вот так вот. Статистику. Отлично, отлично. Так, ну, по-моему, я тоже по души. Да, это мне очень понравилось. Да, 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 мне тоже очень понравилось, я поддерживаю. И, с одной стороны, прям очень доброжелательно и персонально, и так живо. Вот. И, с другой стороны, конструктивно. Вот, это первое сообщение, где было, кстати, у Елены обозначено срок стажировки, чтобы человек точно понимал, сколько он будет стажироваться. Мне кажется, это тоже важно, такой конструктивный момент. Ну, и в целом, да, очень мило, симпатично. Спасибо. Да, кто-то еще хочет откликнуться про Ленина сообщение? Знаете, 20-58, поэтому я хочу откликнуться. Да, откликайся. Выложи, пожалуйста, Ленина сообщение в чат. У меня, так как я перезахотела, то у меня сейчас пары. Да, сейчас. Вот. Смотрите. Ну, во-первых, мы практически всегда на «ты» волонтер. Я очень рада нашему знакомству потому, что ты проявила желание стать волонтером нашей группы. Сразу личные отношения. Вот, оно, оно складывается, оно проявлено. Про период стажировки. Это вещь немножко формальная, а формальные вещи, если вы на бумаге не написали, то их забудут. Поэтому не думайте, что вы все рассказали, а в смс-ке напишите, вот, ты становишься стажером. Прямо в смс-ке. Период стажировки, столько времени. За это время ты сможешь получше узнать о нашей группе. Дальше. Не бойтесь вписывать прямо в текст, письма, ограничения. Ты пока не можешь проводить мероприятия, вот, станешь волонтером, вот, пока задумывай, подумай о том, чего хочешь провести, когда станешь волонтером, у тебя будет такая уже. Вот. Точно так же, после чего ты сможешь точно решить, хочешь ли ты быть волонтером группы, и я со своей стороны тоже решу, и тогда приму тебя в волонтер. Не забывайте, что это обоюдное решение, это для вас, то, что для напрягающего, ну, как бы, если вас стажер напрягает, вот, есть конкретная точка. Вот. Аня, добрый вечер, с радостью сообщаю тебе, я тебе личное обращение. Теперь ты можешь считаться волонтером группы. Я очень рада, что наша группа пополняется такими, дальше вы пишете реальные качества этого человека. Теперь я буду ждать, что ты будешь приходить на занятия и на тебя рассчитывать. Жень, ты, Лен, ты абсолютно вообще, да, из-за дала, только немножко спрятала себя, свои ожидания, вот, это тоже надо писать. по этому же образцу Лениному предлагаю писать про гостя. Ты с нами уже столько времени, я так рада, что ты в труде. Я вижу, что у тебя сложности с регулярным посещением. Я перевожу тебя в статую гостя, чтобы ты не чувствовал себя обязанной. я буду рада каждый раз, когда ты сможешь к нам прийти. Для нашей группы это всегда замечательно. Я не буду ждать тебя каждый раз, давай не будем играть в эти игры. Я тебя жду, в качестве гостей, сообщай, всегда тебе рада. Ты смотри, у Екатерины тоже, она мне в личном сообщении присылала, очень похожее на то, что ты сейчас сказала. Вот сейчас я тебя скину, чтобы тоже и все увидели. Да. Вот, да. Да. И опять же, не бойтесь, не предлагаю тебе стать гостем нашей группы. Это будет... Нет, нет, я не гость, я обязательно приду в следующий раз. И в следующий раз не приходят. Это правда подстава. Но вот почему-то именно в ландерстве, почему-то так происходит. Я не знаю, почему до конца. Но вот я перевожу тебя в гости, я тебя не жду каждый раз, я тебя жду как праздник. Это, ну, как бы, это я статус присваиваю, да, это не твоя обязанность, не надо мучиться в каком-то статусе, я тебе говорю. Я просто констатирую уже сложившуюся вещь. Я её называю своими словами, она между нами. То есть личное обращение, описание какого-то своего отношения к тому, что происходит, апелляция конкретно проявлением человека. Вот, ты такой-то, такой-то проявился, да. И чёткую информацию всю в смс-ке должна быть, потому что это то, что человек будет перечитывать, как говорят. Вот, по такому же принципу смс-ка человеку, который нарушает правила группы, смс-ка человеку, который не пришёл. Чё бы вы написали волонтёру, который два раза не пришёл? Как дела, дружище? С тобой всё в порядке? Да, тебя два раза не было, я беспокоюсь, с тобой всё в порядке. Да. Лидия, а можешь попросить, у нас, да, у нас вот Настя, Екатерина не все, и вторая Екатерина тоже у нас. Екатерина первая, Екатерина вторая. Вот, да. Может быть, как-то можно тоже, чтобы, не знаю, быстро зачитать или в чат, чтобы выложили, просто хочется всех, чтобы все старались, писали. Вот, вот, вот. Я к тому, что мне в чат вообще сейчас неудобно перебивать. Да, ну или как-то зачитать, может быть. Да, их надо потом перебить себе, доделать и иметь, как некоторые шаблоны, особенно первые СМС про стажеры, потому что дальше они все более индивидуальны, чтобы не мучиться, но чтобы каждому человеку, потому что это реально ваш рабочий инструмент. Прямо что вы пишете? Что вы пишете человеку, который записался в вашу группу? Ну это уже с супервизором можно сделать. Что вы пишете человеку, который вот прошел собеседование? Как представляете, в чат? Это такой конкретный у вас уже рабочий инструмент с формулировками. Спасибо всем за сегодняшнюю очень насыщенную работу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok